У нас сегодня в гостях, наконец-то. Я долго его уговаривал, упрашивал, с полгода, наверное, да, еще с летом. Юрий Шавыра, наконец-то. Аня, готовься, будешь и ты у нас приглашена. Юра, мы вас пригласили вот потому что. На прошлой неделе у вас целый ряд удач, успехов у вашей организации. Так, и сразу же, как правильно? Тайквон, как правильно сказать? Я понял. Это мне вопрос очень часто задают. Тэквондо, тайквондо, тхеквондо. Тэквондо. Скажем, тэквондо это корейское единоборство, оно пишется иероглифами, и европейцы переводят по-своему, американцы по-своему, поэтому тэквондо есть тэквондо. Нормально все, да? Самый ведущий наш тренер в этом виде спорта, и что самое приятное, в основном детки. Правильно я понимаю? Ну, основной, да, коллектив, это дети, которые занимаются тэквондо. С какого возраста? Скажем, родители хотят привести чем раньше, тем лучше. И с трех лет, и с пяти лет. Ну, я бы рекомендовал хотя бы более осознанно, с шести-семи лет, когда ребенок более понимает, управляем, и понимает, для чего он пришел. Не просто потому, что родители привели, а для того, что нужно выполнять какие-то задачи, выполнять какие-то там требования. Ну, естественно, мы понимаем, что занятия в тэквондо в разном возрасте, они чуть-чуть отличаются. Для детей это одна подготовка, а для более старших взрослых это другая. Ну, и, соответственно, периоды, если ребенок занимается первый год, это больше общая физическая подготовка, развивающая, гибкость, растяжка. Ну, и потом с каждым годом улучшается техника. Девочки часто у вас? Вот в процентном соотношении примерно сколько? Девочек занимается очень много. Ну, не знаю, примерно 60% мальчиков, 40% девочек. Очень популярный вид спорта за счет того, что травматизм, скажем, на тренировках и во время проведения соревнований сведен к минимуму. Жур, вы сказали сейчас фразу «очень популярный». Как вы думаете, он популярный, потому что где-то в кино видели или где-то, где-то что-то, что-то? Или все-таки вы, ну, давайте не будем скромничать, чувствуете свою работу, то, что вы популяризируете этот вид спорта? Есть? Ну, скажем, работает целая команда для того, чтобы вид спорта был популярным и для того, чтобы родители, когда перед выбором стал, куда везти ребенка, приходили именно на тэквондо. То есть работает целый информационный, скажем, отдел, который подает информацию после соревнований, подводим итоги. Ну, и кроме этого у нас, скажем, тэквондо – это не только там мы, там соревнования соревнований, мы стараемся как можно по максимуму круг детей расширить, кругозор. Выезжаем там и в аквапарке, и на лыжи, и там в лес выходим. Ну, вот так. А по свету, говори. Нет, не даешь мне вопросов задать. А результативность одинакового девушек и парней? Либо же у кого-то лучше? Скажем, конкуренция у девочек именно в соревнователям тэквондо, она гораздо меньше. То есть сейчас примеры недавние соревнования, когда в одном весе, в одной весовой категории у мальчиков там больше 20 спортсменов, у девочек там 6-8. Соответственно, для призового места или для первого места мальчику нужно выиграть 5 боев, а девочке достаточно там 2 или 3 боя. То есть это, соответственно, плотность и нагрузка чуть-чуть другая. Ну, теперь хвастайтесь. В прошлой неделе у вас слух было. Самый основной старт и самый первый, и такой крупный в этом году, это был чемпионат Европы детский, который в Турции, наши спортсмены еще там до сих пор празднуют победы. Мы ждем их с возвращением. Это Коновал Анастасия у нас на чемпионате Европы второе место выиграла. Какой возраст? Ну, среди детей это 9-10 лет, вот этот промежуток, 8-9-10. И Литвин Александр, мой воспитанник, занял третье место. Провел три боя. Первый бой уверенно, ну и так далее. Поэтому нам есть чем гордиться. Я знаю, вы в Турцию не ездили. Финансовый основной вопрос, а быстрее всего. Да, к сожалению, поддержка, ну, я буду говорить только о Тэквондо, это желает лучшего. И поездка на этот чемпионат Европы, который состоялся в Турции 4-5 февраля, была полностью на обеспечение родителей или командирующих организаций. Ну, для наших спортсменов это нагрузка легла на счет родителей. А часто такое бывает, что родители от насчет полностью? Ну, скажем, на официальные соревнования, чемпионаты Украины, чемпионаты области, нам помогают областное управление, спасибо Бутскому, и городское управление, это Рома, спасибо. А вот такие крупные соревнования, ну, вот так получается. Ездили в Кременчуг, что это было в Зовровень соревнований? Это открытый, да, мы только возвратились в Кременчуга, это был открытый чемпионат города. Очень приятно, что много участников, сейчас регионов гораздо больше было, чем раньше мы ездили, ну, привлекают своей организацией турнира призами, медалями. И что очень интересно, там тренируют, там помогает наш, скажем, воспитанник Кременчугской школы Тихвандо, это Березянский Александр. Он полностью поддерживает федерацию и предоставляет призы, подарки, ну, всяческие способствуют. Поездка в Кременчуг, кто-то помог вам с этим? Скажем, за те годы, когда я вот так осознанно тренирую, там за лет 10, там, поездка в город Кременчуг, это уникальная поездка, поскольку она для детей была полностью бесплатной. Для большинства наших воспитанников она полностью бесплатная. Александр Березянский обеспечил подарки, призы полностью их. И Юрий Васильевич Бублик, большая благодарность и от меня, как от руководителя, и от родителей, он предоставил нам бесплатный автобус для поездки наших детей. Соответственно, дети выступили очень прекрасно. У нас есть и первые места, там три человека, и вторые, третьи. Также Кубок за волю в победе был вручен нашему спортсмену, боярину Вадиму. Уникальность в том, что Вадим с детства глухонемой, но он выступает среди обычных спортсменов, и он там в категории до 63-х килограмм выиграл первое место. А возраст какой-то уже? Старше 16 лет спортсмены. Сейчас Вадим готовится на чемпионат Украины среди глухих, ну и также надеюсь, что попадет во двор, в состав сборной и примет участие в этом году в Турции, в Дефолимпийские игры среди глухих. Ну, для него все-таки это проблемно, да? Ну, у него ограничены возможности, у этого мальчика. С обычными спортсменами ему тяжело тренироваться, соревноваться. Ну, скажем, мне его сложно судить, как ему. Ну, вот со стороны, как тренер, как вы видите? Мне сложно. Вам сложно? Мне сложно, потому что обычному спортсмену ты можешь подсказать или отойди, или встреть вот так, или вот такую технику сделать. Тут, в перерывах между раундами, у меня есть всего там буквально 30 секунд, чтобы попытаться объяснить, чтобы он меня понял. Чисто на жестах вы показываете? На жестах, что делать, что... Ну, как видите, мы... А еще есть у вас дети с ограниченными возможностями? Те, которые достигли таких высоких результатов, к сожалению, пока нет. А вообще тренируются? Да, тренируются. Это друзья Вадима, которые приходят, которых он приводит. То есть, есть две девочки, три мальчика, которые систематически приходят, тренируются в старших группах. Очень замечательно, что вы предоставляете такую возможность. У меня все-таки вопрос тоже интересно, а сколько лет вы уже занимаетесь в Туквондо, и как вы именно пришли к этому виду спорта? Скажем, наверное, проще мне сказать, сколько уже не занимаюсь. Потому что профессионально заниматься, я понимаю, что есть спортивная карьера, есть тренерская карьера. То есть, ну, уже больше... Как вы делите? Ну, скажем, больше 20 лет я уже на тренерской карьере. Потому что совмещать выступления на соревнованиях и преподавания – это очень сложно. Ну, таких случаев, наверное, в Украине и в мире единицы, когда успешный спортсмен и выступает, и тренирует. Поэтому каждый потом к себе... Ну, у нас так случилось. Как все равно попали в Туквондо? Наверное, в школьные годы, в те далекие... Ну, не знаю, 6 лет, 15 лет? Ну, наверное, 13-14 лет, наверное. Тогда это было ноу-хау, это было такое более, ну, как не секретное, а скрытое. Когда только это появилось карате, тейквондо. Бокс всем был известен. Ну, наверное, на тех прокатных кинотеатрах, фильмах про Брюса Ли, про Джеки Чана, про Ван Дамма. Ну, вот, наверное, под этим влиянием и пошел заниматься тейквондо. Успехи сразу делали какие-то, либо же много усилия по тому успеху? Наверное, прежде всего, усилия, старания, труд, пот. Так получилось, ну, это такую историю, я даже детям рассказываю, что после определенного периода соревнований я поломал руку. Ну, это случайность, это травма была из-за неумения, из-за незнания на тренировке. И родители сказали, все, никакого тейквондо, это очень опасно, это травматично. Но, тем не менее, выбрав секцию, договорившись с тренером, что я буду заниматься по другим дням, мне удавалось, скажем, продолжать тренировочный процесс и добиваться результатов. Помните, как это вы звали вашего первого тренера? Да, Юрий Макаренко, потом был Олег Коваленко. Ну, это замечательно. Вот как первого учителя, так что он, наверное, первый тренер обязательно. Да, да, это те люди, которые привели любовь к спорту, скажем, и дали толчок, дали развитие. Ну, а сейчас уже в Полтаве больше 12 тренеров по тейквондо. Если тогда было 1-2 человека, то сейчас молодые тренера, перспективные, которые имеют высшее образование, которые работают в этом направлении. Сколько где-то по количеству сейчас? Ну, в области больше 20 тренеров. Которые профессионально на соревнования вывезли? Да, профессионально. Ну, опять же, мы знаем и понимаем, что вывезти на соревнования не всегда у тренера получается поехать. Эти дорогостоящие поездки, плюс нужно не только в поездку, нужно в финансирование. У нас используется оборудование, которое также должно быть у тренера. Там это электронные перчатки на ноги. То есть, само правило проведения соревнований и балы начисления, оно вмешательство судей сведено к минимуму. То есть, есть электронные перчатки, которые при ударе в жилет показывают автоматический бал. То есть, есть попадание, есть бал. То есть, судьи смотрят. А скажите, а юмористические какие-то интересные случаи были за время вашего тренерства? Поездки, я не знаю, что-то там. Детвора учудила, вы учудили. Знаю Юру, у него просто все на смешок переходит. У него все ровно. Давайте я скромно промолчу об этих случаях, потому что, ну, если будем рассказывать, это очень много таких интересных случаев. У нас в команде был такой специальный, ну, может это забавный, незабавный, но у нас в команде был специальный приз, утвержден паштет. Это консервная банка с паштетом. Ну, и, как правило, мы тех детей, которые проигровали в первых боях или очень неудачно, волновались, мы их поддерживали в шутку. Вот тебе паштет, кушай, и будешь лучше выступать. Ну, чтобы как-то поддержать спортсмена морально. И, ну, скажем, не так он к этому, с этим огорчался, а воспринимал все. На юмор. Да, да. Что-то есть сказать? Будем уже завершать. Интересного. Спасибо за приглашение, очень приятно. За кофе. Ну, хотелось бы, чтобы спорт в Полтаве и в области развивался. И, конечно же, финансирование, чтобы мы могли ездить на соревнования и большее количество детей привозили медали, прославляли наш город, и мы видим, что у нас есть дети достойные, и мы хотим... Основная преграда, то есть, получается, в основном финансирование у нас сейчас? Ну, не преграда, а трудность. Прежде всего, для нас, для тренеров и для родителей. Это трудность, с которой приходится бороться. Благодаря хорошим людям мы иногда, получается, выезжать, и это очень приятно. Ну, а мы благодарим-ка всегда, как и Франсуа, за вкусный кофе и теплое место. Всем хорошей рабочей недели, положительного настроения и доброго утра. Всем доброго утра. А теперь можно идти куда? Спасибо. Спасибо.